Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, то что вы задаете один и тот же вопрос уже второй раз. На первый вопрос такой же вам дал ответ эксперт, вы выбрали его лучшим, соответственно вам его ответ понравился и по идее вы должны были обратиться к нему для дальнейшей консультации, для того, чтобы он вам помог. Соответствует со своими рекомендациями, но вы почему-то этого не сделали и теперь задаете вновь такой же вопрос, чуть-чуть его дополнить. Правилам ресурса запрещено дублировать вопросы, поэтому, пожалуйста, не задавайте больше такой вопрос. Вы можете сделать свой вопрос платным, то есть первый, или перефразировать, по смыслу сделать его платным, но дублировать вопросы правилами запрещено. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас забанили и лишили возможности задавать вопросы, то, пожалуйста, учтите данный момент. Теперь по существу ваших проблем у девушки зависимость от молодого человека, который гей стал и другом, и партнером, и так далее. Вот это вот чрезмерное засредоточение значимости мужчины, то девочка оказалась губительной. И проблема заключается в том, что девочке нужно разгрузить значение своего молодого человека. Что это значит? Это значит, что подруги и вообще все, что вам нужно от молодого человека, необходимо получать иным путем. Это первое, то есть тут необходимая работа по определению ваших потребностей, по определению ваших желаний и по выработке правильных моделей их реализации. Потому что пока вы, ну, я буду говорить для удобства вы, потому что девушке говорить не очень удобно, а пока вы реализуете это только привычным способом. То есть только через молодого человека. А это неправильно. Да, это тяжело, да, это непривычно, но тем не менее нужно сделать. Значит, определить свои потребности, для чего он этот молодой человек. И постепенно эти потребности реализовывать другим путем, тем самым снижая свое значение, снижая отношение молодого человека для вас. Это первое. Второе. Не стоит проецировать отказ молодого человека от того, чтобы быть с вами, ну или с девушкой. А, значит, на себя. То есть молодой человек это сделает потому, что отношения стали для него чересчур сложными. Ну, вы знаете, есть, ну, есть, есть такая грана. Вот человек готов делать что-то для другого. Готов терпеть что-то для другого. Наступает момент, когда негатив от отношений превышает позитив. Такое бывает. И тогда расстается определенность выйти из этих отношений. При этом молодой человек действительно избавлен. Молодой человек действительно эгоистичен. Молодой человек действительно не привык к поражению. Молодой человек не позволяет жить девушке, хотя сам тоже не с ней. И ведет себя, вообще-то говоря, эгоистично. И обращать внимание на него не стоит. Как я уже сказал, если у него получилось испортить отношения девочки с другим молодым человеком, то другой молодой человек не так-то сильно и дорожит девушку. Ну, а девочке можно порекомендовать только вам, возможно, после двух-трех знакомств. Говорить о том, что вот есть такой у меня бывший парень, который никак не может меня отпустить. Чтобы молодой человек был готов к тому, что бывший будет предпринимать какие-то поступки. Вот. Слова бывшего молодого человека действительно только слова. Если он зависит от родителей и от их мнения, то это не изменится, это не хорошо и не плохо. Это просто факт и его нужно принять. Ну, а, соответственно, девочке нужно перестать дальше-таки реагировать на молодого человека, то есть на бывшего молодого человека, а показать ему, что, вообще-то говоря, все равно ей на него. И безразличие, а также используя те направления работы, которые я дал, что, значит, учиться жить без него. Что касается матери. Тут все немного запутанно, вы написали. Но суть в том, что, значит, мать, которая замужем за русским мужчиной, осуществляет свою ошибку. И она, наверное, столкнулась с невероятным осуждением своего поступка. И естественным образом, естественным образом, тут нужно отдельно отметить, что, отметить, что естественным образом для себя хочет защитить ребенка, своего ребенка, от того же пути, что прошла она. Опять же, это не хорошо и не плохо. Это ее позиция. И мы не понимаем, что ваша мама таким образом через своего ребенка пытается купировать то, что она, возможно, сама себе не простила. И, соответственно, опять-таки, не стоит ее слова, не стоит ее поступки, ее реакции, а принимать на свой счет. Потому что она действует, ну, по сути дела, слепо старается защитить своего ребенка. И другое дело, что ребенок, уже будучи взрослым, сам выбирает себе, с кем он будет, как он будет, не прислушиваясь ко мнению родителей. Потому что только сам человек решает, как у него будет складываться жизнь. Основная проблема, как я понимаю, в зависимости от бывшего молодого человека, этой девушки, и, возможно, обиды на маму. Соответственно, про обиды сказали. Теперь, что касается зависимости, еще пару слов. Зависимость – это всегда идеализация человека, то есть приписывание ему тех качеств, которых у него нет, или которые девушка хотела видеть у себя, или у своего идеального мужчины, отсюда элемент разочарования и впоследствии возможной деидеализации. И второе качество – это, второй момент – это момент, связанный с твердым убеждением девушки в том, что только с ним она будет счастлива. То есть убеждение в исключительности молодого человека. Это также является ошибкой, это также является заблуждением, и от этого заблуждения необходимо избавляться. Опять же, путем работы с психологом, путем личностного роста, и постепенно-постепенно менять свою привычную модель поведения. При том, что девушка уже пробовала строить отношения с другим мужчиной, я думаю, она на верном пути, и у нее все получится, если ей немножко помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. И помните, пожалуйста, о том, что я сказал вам в начале этого аудио. Продолжение следует... Первая глава Корректор А.Кулакова